Утро, суббота, и мы, как все русские, российские люди, занимаемся, продолжаем работать. Рабочая неделя продолжается, только у себя дома. Например, я вот знаю, что в Америке по субботам и воскресеньям люди куда-то ездят, в кафе ходят. Большинство, имею в виду, народу. У нас тоже ездят, ходят, но не большинство. А мы занимаемся благоустройством своего жилья. Вот такой вот козырек делаем. Это у нас окна. Стеклопакеты здесь пропали, вот мы поэтому и переделываем. Сейчас я шлифую эту фигню, чтобы покрасить. Вот эта вот не крашеная часть, вот эта уже покрашена. Ну, будем собирать. Такая у нас суббота продолжается. Это у нас железки бэушные с нашего киоска. Мы занимались киосками, вот. И вот эти железки не стали, когда киоск разобрали, переделывали, не стали их выкидывать. И вот поэтому, чем покупать новую, я думаю, что мне все-таки подешевле обойдется ремонт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тут у нас работает покраска. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики. Лариса из кулинара превратилась в маляра. Юра вообще такой щепетильный ругается на меня. То я там не прокрашу, то и каплю посажу куда-нибудь. Из бэушного железа хочет сделать конфету. Почему оно плохое это, бэушное? Оно еще сколько лет простоит. Мы, честно сказать, подумали, подумали. Ну вот на крыше мы покупали, мы хотели такое же туда положить. Ну, потом по нему ходить, потому что нужно мыть потом окна. И нам нужно было что-то усиленное. И вот изыскали такую возможность. Я уже говорил, из старых наших киосков кусочки оставались, мы их не выкинули. Они пролежали уже десяток лет. И с ним нифига. А сейчас покрасим, положим в сухое место. Таким еще, я говорю, с носу не будет. Даже еще лучше, да? Да. Короче, мы себя уговорили, что это самый лучший супер вариант. Именно так и есть. Теперь я поснимаю. Раз уж такая песня пошла. Вот это все, что вот здесь есть, это мы делали собственными руками. В смысле камни. Каждый камешек по камешку мы привезли на своем автомобиле легковом. И укладывали понемногу, но делали. Вот, всю душу вкладывали сюда. Вот эта вот грядка возникла совершенно стихийно. По какой причине? Когда мы купили вот эту половину дома, четвертину, то здесь, наверное, метра на два было все шлаком засыпано. И поэтому возникло такое желание, чтобы насыпать сюда, наложить камни и посадить лилии. Может быть, Юра, если сможет, вставит вот сюда картинку, как здесь, где тут красиво лилии. Но я бы хотела их сейчас уже убрать, потому что как-то не очень здесь лилии. И они отцвели, и все. Я бы хотела даже лучше бархатцы посадить сюда. Ну, посмотрим. Они уже тут у меня пропадают. Я кое-что подсаживала. Конечно, разрослись красивые, но не место им здесь. Получится, так уберу. Вот так все это выглядит. Ну, окна поменяем. Пакеты так будет лучше. И вот мой огородик. Я убрала тут. Вот это вот застелили мы уже. Приготовились к зиме. Там у нас яма сливная. Тут водичка бежит. Мы ее утепляем, чтобы она не промерзала, и туда стекала весной вода, чтобы во дворе воды не было. Мы выкопали ее, заложили, и сверху вот посадили грядки. Здесь тоже были сарайки у них, у прежних хозяевок. Тут тоже все засыпано этим шлаком. Тут даже были ямы какие-то, мы их засыпали. В общем, вот так сейчас это все выглядит. Тут я сажала чеснок в две грядки. Ну, ничего, неплохое урожало было. Вот такие вот у нас сейчас тут грядки. Здесь у меня ягодка, две грядочки. Щавель, гучок. А вот здесь у нас стоял огуречник. Но так как необходимости в нем нет, уговорила мужа его разобрать. А тепличка пока осталась. Вот он мне сделал здесь грядочку. Может, здесь посажу чеснок. Здесь еще одна грядочка. Здесь у меня росли помидоры летом. Я их убрала уже, все собрала. Ну и сейчас, наверное, уже время подошло показать теплицу. Вот здесь тоже у нас. Здесь у меня росли розы. Здесь у меня тоже была грядка из камней. Вот где стоят бочки. Ну и я ее убрала, потому что, ну, невозможно. Раньше теснилась, ходила эти бочки под ногами. Тесно очень. Думаю, поставлю там бочки. Очень удобно было мне. Уже теперь габариты не те, чтобы протискиваться. Здесь вот у нас тоже росли розы. Вот одна розочка какая. Такая вот с ветром. Ну, все это вымерзло. И вот постепенно они отходили. Здесь хвосты. Здесь тоже красивые цветочки. Здесь у нас тоже грядочки. Я еще свеклу не убрала. Огурчики остались. Я их собаке скармливаю, чтобы... Она любит огурчики похрустеть. Ну и вот она, наша теплица. У меня сейчас все здесь в таком виде. Я вот начала ее убирать. Вот так вот. Обрезать сверху. Они начали падать, вон, помидорчики. В принципе, им еще расти и расти можно бы было. Тут у меня огурчики еще висят. Вот такая вот у нас тепличка. Тоже уже нужен ремонт. Грядочки-то сделали. А ремонта не делали. Давным-давно уже. Короче, работы тут еще немного. Тут у меня цветочки стоят. Уже скоро их нужно будет заносить. Потому что холодно. Вот они, красавцы. Им, конечно, здесь очень нравится. Дома они вот так вот не растут, эти аспарагусы. Они любят влажность. О, налила воды. И полила. Залила его. И как-то растут во влажности лучше. Тут у меня кротончик пересаженный. Это с того фикуса, который дома. Я нарезала с него этих отводков. Вот. И посадила. Пусть растет. Ну, вот и все, что я вам показала. Не в приглядном виде. Как раз огурчик надо собачке дать. А здесь у меня перчик. Вот он, горький перчик. Растет. Вот так все это выглядит. Кому интересно, все посмотрели. Ну, приберусь, потом покажу. А то как-то грязно. Юра уже ругается. Я собрала остатки кабачков. Вот. Такое количество их. Что я с ними делать буду, не знаю. Еще пока. Ну, вот. Пишите в комментариях. Да. Напишите, что можно с ними сделать. Всем привет еще раз. Наш субботний день продолжается. У нас сейчас обед. Обед у нас очень скромный. Я отварила вот такие спиральки с маслом. Это у нас барабашка завелся. Порезала помидорки. Посыпала зеренью и луком. Вот такой вот у нас обед. Сейчас мы будем обедать. Нам приятного аппетита. Меня Лариса спрашивает. На улице работают. Что сегодня будем кушать? Я что сказала? Забыла? Пятку, говорю. Будем мою кушать. А, почему у нас такой обед? Ну, так мне было лениво готовить. Вот правда. Если вам тоже лениво готовить бывает, может, напишите мне. А то я думаю, я что, одна такая. Достала сначала, думаю, отбивные сделаю. Потом рис отварю. Потом еще что-то. И в итоге думаю, а не сделает ли мне простую еду? Вот и приготовила. Ну все. Буду кушать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это было уже... Это было уже... Был поздний вечер, почти ночь, да? Мы закончили. Восемь, в семь мы заканчивали. И я решила поехать к своей тете. Субтитры сделал DimaTorzok Ну это было всеми палатинским. И я пошла на остановку. Юра шел за мной. Мы еще с ним тогда не дружили, но он шел за мной. И я знала, что он идет за мной. Он преследует меня, так сказать. Я села в автобус, я вошла в переднюю дверь, он в заднюю дверь на двадцатку. Мы с ним поехали. Мы приехали до остановки... Не важно, тете. Точно нельзя говорить же. Для остановки, для остановки тети. Да вот. Ну и потом я шла. По дороге я, конечно, краем глаза чувствовала. Краем глаза чувствовала, что он идет. Хоть было темно на улице, но мне было не страшно. Потом я дошла, значит, до тети. Смотрю, он там присел около забора, напротив. Ну, вижу его, он меня. Я зашла, у них ужин. Картошка тушеная с мясом. Она говорит, пойдем быстренько кушать. А я говорю, ой, ты знаешь, я-то не одна. Но я же знаю, что он там. И тоже с технику моей голодной. Мне жалко стало. Она говорит, ну, заводи своего друга. Хоп, я захожу в комнату, а там моя мама сидит. Чего к чему приехала? Оказывается, она увидела сон, что я выйду замуж в скорости. И приехала тоже туда же. Хотя я не так давно приехала из дома. На свадьбу приехала, что ли? Нет, просто она увидела сон и приехала рассказать этот сон. Что так и так случится, что я выйду замуж. Ну вот. Я завела, значит, своего друга Юрия. Ну, мы все сели кушать. Мы еще только сели, только ложки взяли. А у Юры уже была пустая тарелка. Я жрать хотел. Ему говорят, тебе еще? Он говорит, нет, я наелся. Он очень, очень, очень быстро кушал. Вот такая история. Да потому что я с армии пришел. В армию надо быстро было. Как раз пришел с армии, техникум пошел. В нашу группу попал. Угу. И так и встретил свою судьбу. Теперь уже сколько? Тридцать... Два года. Сейчас посчитает. Тридцать второй год. Тридцать два. До дня посчитает же. Тридцать один год был в феврале. А тридцать два будет на следующий год. А вообще, честно сказать, у нас с тобой год заодно. Мы с тобой в технаре учились вместе, за одной партой сидели. Потом работали. Почему люди на пенсию раньше выходят? Потому что они трудятся в экстремальных условиях. Ну, им же государство платит. Значит, раз я тружусь с тобой в экстремальных условиях, ты мне должна платить пенсию. А почему не ты мне? Ну, мы друг другу должны платить пенсию. Все, договорились. Ну, так и платим. Сейчас подеремся. Ну, ладно. Пойдем дальше трудиться. Вот тружусь. Делаю вот из такого ржавого, слегка, мягко сказано, листа, или кусочка листа. Вот из такого делаю примерно вот такие вот. Ну, будем говорить, картина эта. Делаем вот такие вот для покраски. Так. Тут я шлифанул только края. Здесь же покрашена старая краска. Она еще простоит сто лет. Так что все, можно красить. Все, отдаю в покрасочный цех. Такие разточные цехи. Да. Уроню сейчас вот эту. В воду? Да. Камеру. Ничего себе отшлифовал. Ну, теперь ты ее обезжирила? Ну, сейчас нет, это у ацепирид там была протер, намазана тряпка. Угу. Вот так вот. Готовимся к зимнему периоду. Да вообще, честно сказать, не понять, для чего мы это делаем на долгие годы, да? Навечно. Угу. Ладно, покрасишь потом. Ну вот, Лариса и покрасила. Теперь это уже не просто блестящее железо, готовое зелье. Вот так они будут лежать у нас на месте уже. Еще они не закреплены. Но я думаю, скоро это произойдет. Вот уже и вечер наступил. Поставили, покрасили последнюю эту картину, так ее назовем. И вот, что у нас должно в итоге-то получиться. Вот, видите? Почти все закрыто. Кроме вот этого кусочка. Темно, зараза. Весь день проработали. Ну, конечно, отдохнули. Сегодня же суббота. Вот. Как муж говорит, нам не по 17 лет отдыхать, тоже надо. Да. У нас, ну, преснули с ним. Ну, все. Сейчас сходим в магазин, что-нибудь к чаю купим. Ничего не готовила. Лениво вообще сегодня что-то. Короче, сегодня я ленилась. Как и обычно. В обычный день. Я же ленивая. Понятно. Пока еще не стемнело. Березы спилила. Ну, правильно, наверное, надо. Ну, мусора столько. Пока еще не стемнело, сходим. Смотри, еще навалили на дорогу. Да, е-мое. Мы своим тандемом поперли все. Включил. Уже темный. Ворот едет. А мы в магазин наш деревенский. И одеты по-деревенски. Я жилетку одела. Я сроду так не хожу в тапочках, а тут поперся. Ну, а я как носочки, тапочки. Уже красавица. Ну, вот мы подошли к магазину. Добрый вечер. Добрый вечер. Можно, пожалуйста, молота? Давай пять, попутай. Вот. Поехали. Камни. Поехали. Камни. Субтитры делал DimaTorzok Жрачки сейчас будут праздник живота у нас Ой, жрачка Смешной-то вообще Пивасик, рыбасик Целый литр, прикинь Рыбасик Вот мы сегодня У нас сегодня какой-то день нехороший, да? Почему? В чем он плох? Да мне хотелось куда-нибудь съездить Ну Мы сами отдохнули Закончился наш трудовой день, можно сказать Еще, конечно, предстоит работать в Нью-Кюбе Много занимает время У нас странный ужин сегодня Первый раз, наверное, до полгода Рыбасик побалует себя пивасиком Пожелайте нам, друзья Приятного аппетита Да, всем пока Смотрите видео на нашем канале Мы решили сегодня расслабиться Ничего не готовить Как расслабляться У нас, короче, рыба вчерашняя От завтрака ночного И сегодняшняя Сухарики И пивас Всем пока-пока До встречи Субтитры сделал DimaTorzok